Сотрудники госавтоинспекции провели в Черкесске ежегодную акцию. Дети собираются идти в школу. Полицейские призывают родителей неоднократно напоминать своим детям о правилах безопасности поведения на дорогах. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Сотрудники дорожной инспекции в Черкесске проводят ежегодную акцию «Дети собираются идти в школу». Таким образом, сотрудники ГИБДД напоминают детям и родителям о важности соблюдения правил дорожного движения, об ответственном отношении к себе и к окружающим людям. Раздаваемые листовки содержат важную информацию о правилах перехода дороги, об использовании светоотражающих элементов одежды и об опасности игр на дорогах, которые помогут детям быть внимательными и предусмотрительными. По статистике, август является самым аварийным месяцем летнего периода, говорят полицейские. Дети и родители возвращаются с мест длительного отдыха, немного позабыв о правилах пешеходного перехода на дорогах, о важности их соблюдения. Сотрудники ГИБДД призывают родителей предостеречь детей от неприятностей на дорогах, помогая и показывая первоклассникам маршрут от дома до школы и обратно. Буквально через неделю начнется учебный год новый. Хочется провести такую... По всему мы проводим сегодня такую акцию, направленную на популяризацию использования светоотражающих элементов на одежде. Это у нас прилочки, это у нас стикеры, которые крепятся на одежду, на аксессуары, рюкзачки, портфели. То есть это элементы, которые будут делать деток в темное время суток более заметными. Правила существуют, чтобы их не нарушать. Профилактические беседы с будущими первоклассниками и их родителями. Раздача информационных буклетов и светоотражающих элементов на одежде привлекают внимание детей, тем самым проявляя у них интерес к выполнению и соблюдению безопасности на дорогах. Инспекторы ГИБДД отмечают, что нет ничего лучше практических уроков, поскольку именно они позволяют детям лучше усвоить дорожную азбуку и отработать навыки безопасного поведения на дороге и на улице. Как вы переходите дорогу на улицу? Если на велосипеде, то мы слазим с него, естественно. Ну а с пешком, естественно, смотрим по сторонам. Скажите, а были ли у вас случаи, когда вас останавливали сотрудники ГИБДД за нарушение правил? Нет. А у вас нет? Нет. То есть все соблюдаете правила дорожного движения. А вот то, что вам раздали сегодня, что это значит, знаете? Да, это означает, чтобы мы соблюдали правила и их, естественно, не нарушали. До начала учебного года осталось не так много времени. Вместе с повторениями школьной литературы, Дорожная инспекция Черкеска призывает не только вспомнить о правилах перехода на дорогах, но и не забывать об этом ежечасно. Чтобы они в обязательном порядке на постоянной основе проговаривали, казалось бы, вот эти простые правила дорожного движения, которые нужны нашим детям, чтобы они повторяли с ним правила пересечения проезжей части, чтобы они сами в обязательном порядке, как полагается, пристёгивали своих детей и на своём личном примере показывали, как это нужно делать, чтобы сами обязательно пристёгивали. Майя Хамдохова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.